МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Я хочу, я прошу судебные органы, прокуратуру, государственные органы дать правовую оценку тем людям, которые, можно сказать, нас обманули, неправильно оформили землю. В Башкирии люди построили жилые дома на своих участках, но спустя годы прокуратура требует изменить назначение земель и снести постройки. Где вчера была детская площадка, там завтра будет очередная свечка жилая. Где вчера был сквер для прогулок, там завтра будет торговый центр. В Государственной Думе прошел круглый стол по проблемам точечной застройки. Понятное дело, что делается все по старому принципу. Может быть, с каждого бедного много не возьмешь, но зато бедных-то у нас очень много. Самый занятый, выходи из тени. Госдума рассмотрит пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход. В Башкирии до сих пор остается нерешенной проблема десятков семей, которые в ближайшее время могут лишиться собственного жилья в дачном некоммерческом товариществе «Автомобилист». Напомним, еще в 2014 году эти люди купили землю под строительство жилых домов. Но спустя два года после того, как здания были уже возведены, прокуратура республики заявила, что все они построены незаконно и их нужно снести. Наша съемочная группа пообщалась с местными жителями еще в начале сентября. Подробности в репортаже Елены Кухаревой. Люди серьезно отнеслись к покупке земельных участков. Входили в Топтыковский сельсовет, администрацию Фимского района, Росреестр. Везде им заявляли, что ограничений на возведение индивидуальных жилых построек здесь нет. Но два года назад прокуратура республики потребовала изменить статус использования земель. Если раньше они предназначались для ведения дачного хозяйства, то теперь для семеноводства. В отношении моего земельного участка подан иск прокурора, и в связи с этим наложен арест. В юридической компании мы уточнили, нам сказали, что если этот иск будет проигран, то в результате мы должны будем снести свой дом самостоятельно или оплатить эту услугу. Люди постоянно пребывают в страхе за свое имущество. Почти для всех это единственное жилье, другого нет. Уже прошло несколько судов, однако пока все решения в пользу прокуратуры. С этим люди не согласны. Они обращались с просьбами о помощи в различные республиканские инстанции, писали даже президенту России. Я хочу, я прошу судебные органы, прокуратуру, государственные органы дать правовую оценку тем людям, которые, можно сказать, нас обманули, неправильно оформили землю. Простых людей поддерживают местные коммунисты. Они уверены, жилые дома должны остаться. Ведь после того, как их здесь построили, земля для ведения сельского хозяйства все равно непригодна. Складывается парадоксальная ситуация, когда местные власти сначала выделяют землю, а потом, когда уже люди здесь обустроились, построили свои дома, обжились, потом пытаются эти земли отобрать. Альберт Рахматуллин отметил, что коммунисты будут держать этот вопрос на контроле. Уже запланирована встреча с главой администрации района, на которой они будут требовать от властей решения проблемы. Елена Кухарева, Красная линия. В Госдуме прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы точечной застройки в российских городах. Мероприятие было организовано по инициативе фракции КПРФ и представителей общественных движений. Рустам Сабанчеев расскажет о нем подробнее. Участники круглого стола обсудили законодательное обеспечение нормативов застройки жилых микрорайонов. Было отмечено, что с каждым годом проблемы точечной застройки становятся все острее. В квартал, где годами живут люди, буквально втыкают новые здания и сооружения, без оглядки на комфорт жителей, исторические наследние, эстетические критерии. Где вчера была детская площадка, там завтра будет очередная свечка жилая. Где вчера был сквер для прогулок, там завтра будет торговый центр. Больше всего объектов точечной застройки сегодня в Москве и Московской области. И касается это не только жилых домов. Так, в столичном районе Останкино на ВДНХ планируют построить парк развлечений с огромным колесом обозрения. Ни местные жители, ни эксперты с таким решением не согласны. Если предложения руководства ВДНХ, ее куратора, департамента туризма будут реализованы, то ВДНХ навсегда утратит свой исторический облик и доминантой ее станет гигантский Диснейленд со 140-метровым колесом обозрения. В результате такого страна лишится знакового, уникального в мире памятника истории культуры, архитектурного ансамбля, уникального выставочного комплекса. На защиту исторического облика ВДНХ встали общественные организации, но все их попытки наладить диалог с властью провалились. Эту проблему необходимо поднимать на федеральном уровне, считают эксперты. Они боятся все, ничего не боятся, кроме как федеральных скандалов, федерального пиара против них и федеральные проверки, потому что на московском уровне у них все схвачено, ну то есть абсолютно. То есть московская прокуратура, она отписывается, московские управы отписываются, префектура молчит. Эксперты уверены, подобные сооружения не должны строиться в пределах города. Участники круглого стола подготовили обращение в адрес мэра Москвы с просьбой разобраться в ситуации. Рустам Сванчев, Екатерина Иваненко, Красная линия. В среду Госдума рассмотрит в первом чтении бюджет на 2019 и плановые 2020-2021 годы. В КПРФ уже неоднократно заявляли, что главный финансовый документ страны не выдерживает критики. Несмотря на то, что это профицитный бюджет, он имеет антисоциальную направленность. По-прежнему низкими остаются расходы на медицину, на образование и науку. К тому же, как отмечают в КПРФ, в регионах растет долг по зарплате и профицитный бюджет помог бы справиться с этой проблемой. Получается, что с одной стороны идет собирание денег в кубышку, а с другой стороны, по непонятным причинам, предприниматели и работодатели перестают вовремя платить заработную плату. Наверное, что-то в нашем царстве и государстве не так. Подробнее о бюджете мы расскажем в наших следующих выпусках, пока же к другим новостям. Возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не менее 25 лет. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова в ходе посещения колледжа в Керчи, где 17 октября произошла трагедия. Она считает, что безопасность в школах должна обеспечивать Росгвардия. Коротко о других новостях в стране. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по итогам единого дня голосования возбуждено 18 уголовных дел. Напомним, что выборы губернатора Приморского края были отменены из-за нарушений, допущенных во втором туре. Роскачество проверило 40 образцов докторской колбасы российского производства. В 16 из них были выявлены следы антибиотиков. Но в целом вся исследованная колбаса оказалась безопасной. Нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Россияне считают, что достойный размер пенсии должен составлять 37 тысяч рублей. Таковы данные опроса портала «Суперджоп». При этом граждане нашей страны не рассчитывают жить на одно пособие по старости. При достижении нетрудоспособного возраста треть опрошенных намерена работать. В Красноярске крупные производители хлеба предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что стоимость хлеба может вырасти на 12%. Основной причиной этого производители называют увеличение стоимости муки, бензина и повышение мрот. Парламентское большинство озаботилось новой задачей. Депутаты намерены вывести на чистую воду самозанятых граждан. В четверг парламент планирует рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход. Предложение отбирать весь доход у самозанятых, которые не платят налоги, вызвало широкий общественный резонанс. Подробности в нашем репортаже. Хладнокровие, с которым представители правящей партии говорили о своих планах в отношении самозанятых, удивило многих. Отнять весь доход – мера более чем суровая. Такое он окажется даже на фоне недавних непопулярных решений парламента и правительства. Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил. То есть выбор – заплатить 4% или заплатить весь доход, который он получил. По данным Федеральной налоговой службы, о своей самозанятости к началу августа сообщили всего 1800 человек. По мнению специалистов Минтруда, в тени остается около 12 миллионов граждан. Андрей Макаров назвал цифру 30 миллионов. Получается, у всех этих людей могут отнять, по сути, последнее. Понятное дело, что делается все по старому принципу. Может быть, с каждого бедного много не возьмешь, но зато бедных-то у нас очень много. Поэтому за счет просто валового объема и государство планирует как-то решать свои бюджетные проблемы. Очередное ограбление большинства населения, очередное ограбление трудящихся. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам коммунист Валентин Шурчанов уверен – налог на самозанятых – это искусственный налог. Представители КПРФ не поддержали на заседании комитета плана его введения. Нужно сделать таким образом, чтобы люди получали бы возможность спокойно работать, ибо нам представляется, что в стране нет людей, которые не хотели бы работать. И если бы предприятия сегодня действительно за счет внутренних наших вложений развивались, тогда все это можно было бы решать совершенно в другой системе. За последние годы власть практически не создавала новые рабочие места, предельно усложнила существование малого и среднего бизнеса. И вот теперь за это бездействие ответят рядовые россияне. Самозанятость актеров других групп, в общем, входящих в богему, и самозанятость той части населения, которая фактически выживает в той же сельской местности и где-то еще – это, конечно, разные типы населения, но по эфиенции отдается первой категории, к сожалению. Для вышедших из тени самозанятых хотят установить налог 4%. Пакет законопроектов по данному вопросу Госдума планирует рассмотреть в четверг. Эксперимент по введению налога вначале проведут в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан. Анастасия Лукашевич, Красная линия. Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. Он отметил, что выполнение контракта займет несколько лет. При этом расчет за системой будет произведен в рублях или рупиях. Ранее в Кремле сообщали, что сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. Коротко о других новостях в мире. Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал новые санкции против Украины. По его словам, ограничительные меры коснутся сотен украинских граждан и компаний. В частности, Москва заблокирует активы Киева на территории России и запретит вывод финансовых капиталов из нашей страны на Украину. В австралийском Мельбурне прошла многотысячная акция протеста рабочих. Они потребовали от правительства повышения заработной платы и равных условий труда. Во время демонстрации представитель Австралийского совета профсоюзов призвал рабочих бороться за справедливость. Убийство журналиста Джамаля Хашоги, которое произошло 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было тщательно спланировано. С таким заявлением выступил президент Турции Реджи Прадаган. По его словам, Хашоги был убит по политическим мотивам. На севере Франции, в пригороде Дюнкерка, полицейские эвакуировали несанкционированный палаточный лагерь мигрантов. Правоохранители в принудительном порядке расселили примерно 1800 человек, преимущественно иракских курдов. Их отправили в приемные центры. В Рубцовске вскрыли капсулу времени с посланием от комсомольцев, которая была заложена в 1974 году. Мероприятие прошло в преддверии празднования столетия ВЛКСМ. Подробнее расскажет Алексей Шибалдин. Мероприятие прошло в городском сквере комсомольской славы. В нем приняли участие и ветераны комсомольского движения, и молодежь. На торжественном митинге жители Рубцовска говорили об истории ВЛКСМ. Право извлечь капсулу было предоставлено работникам предприятия «Литейный комплекс». А текст послания зачитал секретарь Рубцовского городского отделения ВЛКСМ Алексей Драгунов. Примите наш наказ, жить как жили лучшие сыны и дочери комсомола. Имейте горячее сердце, смелость мысли, будьте лучше нас. Если вы именно такими и стали, значит мы, комсомольцы 70-х годов, жили не зря. Значит наша борьба стала победой. Алексей Драгунов поздравил ветеранов комсомола с приближающимся праздником и пообещал выполнить наказ своих предшественников. Мы с гордостью приняли ваше знамя комсомола и с гордостью его будем нести. Современный комсомол есть в России и у него хорошее светлое будущее. Послание комсомольцев 1974 года будет храниться в Рубцовском краеведческом музее. А 28 октября члены местного отделения ВЛКСМ заложат новую капсулу с посланием для своих потомков. Алексей Шабалдин, Елена Кухарева, Красная линия. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания.